Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на программу изучения уроков субботней школы. В этой студии вместе с вами, дорогие зрители, вместе с нашим гостем мы будем изучать новый урок, который называется так «Весть Иоанна Крестителя, урок номер 5». С удовольствием представляем вам нашего гостя, это Петр Мангу. Здравствуйте, Петр! Здравствуйте, Денис! Я рад сегодня быть вместе с вами и надеюсь, что Господь поможет нам узнать много новых истин и напомнить старые. Спасибо, что вы с нами и спасибо, что выделили время. Ну что ж, урок называется «Весть Иоанна Крестителя» и хотел бы обратить наше внимание и внимание наши зрители на то, что мы изучали в прошлых уроках. Мы говорили об Илье, о его реформаторской деятельности, мы говорили об Иоанне Крестителе и прошлый урок говорил о том, что между ними есть что-то общее. Я бы хотел сегодня напомнить нашим зрителям или освежить в памяти, что общего между Иоанном Крестителем, между тем временем, в котором жил Илья и Иоанн Креститель, и почему именно в этом уроке они здесь сравниваются. Они жили в разное время, но история их жизни как бы похожа, потому что Илья жил в пустынном месте, его одежда была очень проста, его пища была тоже обычная, но у него было горячее желание служить Господу от чистого сердца. И когда он видел состояние народа, который отступил от пути Господня, то это причиняло ему очень много переживаний, и Господь использовал его для того, чтобы вернуть и царя, и народ на путь правды. И также Иоанн Креститель, подобно Илье, уже живя в новом периоде нашей эры, он также был избран Господом, чтобы совершать работу преобразования, потому что народ иудейский уклонился далеко от путей Господних, и Господь избрал его от червоматери его, и он, когда вырос, начал совершать свое служение и также проповедовал в пустыне иудейской, обличал народ, приглашал их к покаянию, и его главная цель была приготовить народ для встречи с Мессией, обетованным спасителем. У каждого из них была своя собственная задача, которую Господь на них поставил, весть, которую они возвещали народу, она тоже была особенная. В тот момент Иоанн Креститель, он собирал вокруг себя огромные толпы людей, огромное количество людей, слушало его, и оно казалось такой будораживающей, эта весть. Давайте более детально проясним для себя, что являлось центром этой истины, центром этой вести, и почему настолько была новая эта весть тогда для людей, то, что говорил с Иоанным Крестителем. Когда я начал проповедовать, он проповедовал, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И многих людей это взволновало, заинтересовало, и люди приходили из Иерусалима, с Иудеи, с окружности страны Иорданской, и слушали внимательно Иоанна Крестителя, а также крестились от него в Иордане. Это было нечто новое, но это поручение получил Иоанн от Господа, чтобы как знак обращения и рождения свыше нужно было совершать водное крещение. Это была одна из составляющих его миссии, это было водное крещение. Ну что ж, начнем изучение нашего урока. Первый вопрос называется так, Христос есть центр. И как мы уже говорили, что вокруг Иоанна Крестителя собиралось огромное количество людей, и то, что он им говорил, было очень важно для них, для Иоанна Крестителя и для самого Господа. На что обращал внимание Иоанн Креститель всех тех людей, которые собирались вокруг него? Ну, когда люди приходили к Иоанну, они понимали, что это особенный человек, и, слушая его слова, они верили, что то, что он говорит, это есть правда. И они думали, что это может быть тот обетованный Мессия или Христос, но что Иоанн сказал, что Иоанне есть Христос, я приготовлю путь для Мессии. И его внимание или внимание народа он обращал именно к будущему грядущему Господу. Было, может быть, короткое время для того момента, когда Иисус должен был быть открыт народу, но Иоанн говорил, идет за мной некто, который будет крестить вас Духом Святым и огнем, я крещу вас водою. Он есть тот обетованный Мессия. И когда он увидел Иисуса, идущего по берегу реки Иордан, он сказал, вот огнец Божий, который берет на себе грехи мира. Работа, которую пародировала Иоанна, она действительно была очень важна на тот момент, потому что люди тогда тоже нуждались в каком-то таком религиозном пробуждении. Хотя, может быть, чуть позже поговорим об этом, какова была религиозная составляющая народа во времена или и народа во времена Иоанна Крестителя. Но сейчас я бы хотел обратить внимание на то, что все-таки обладая такой вестью, обладая такими качествами характера, которые ты собирал вокруг себя людей, люди слушали эту весть, тебе нужно было обладать какими-то навыками, все-таки какими-то истинами. Если бы не было смысла в том, что говорил Иоанн, люди бы не собирались вокруг него. Люди бы не понимали, что это действительно весть важна. Все-таки он эту весть, которую он говорил людям, он на чем-то ее базировал. Откуда-то он брал эти источники, этих знаний, которые все-таки находились у него. Вот откуда был этот источник знаний, откуда он брал все это и почему эта весть настолько будоражила людей? Да, действительно, для того, чтобы удержать внимание народа, такого большое количества людей, в том числе это не только простые люди приходили, приходили священники, фарисеи, саддукеи, а это была категория людей, которые были сведущи в Писаниях. Если бы Иоанн не имел доказательств веских, просто они бы его осмеяли и его миссия бы закончилась. Но Иоанн действительно имел откровение от Бога, потому что в Евангелии от других говорится, что был глагол Божий к Яну, то есть там Господь открыл ему слова, которые он должен был говорить, но до этого момента с детства он уже учился из окружающей природы, он учился из слов мамы своей, отца своего, который был священником, а также он учился и из книг пророческих. Те книги пророческие, которые были в то время, эти были источником знаний для Иоанна. И пример Иоанна очень хороший для нас сегодня, чтобы мы также черпали для себя знания о Творце нашего мира, о Искупителе нашему, об Иисусе Христе, также и из Священного Писания, и из окружающей нас природы. И есть из Духопророчества такой совет, что было бы хорошо, чтобы мы каждый день хотя бы один час размышляли о Господе Иисусе Христе, особенно о последних днях его жизни на этой земле. То есть получается метод изучения Иисуса Христа на тот момент, когда был Иоанн Креститель и сегодня он не изменился. Да, он примерно тот же. Те же самые источники, те же самые примеры, из которых мы можем учиться. Да, мы имеем достаточно источник знаний, очень достоверный, но только нужно для этого уделять время, которое, к сожалению, кажется так мало в последнее время, но если правильно распределить свое время, то достаточно для того, чтобы узнать эту важную истину. Следующий вопрос называется так, призыв к покаянию. Каким было содержание вести Иоанна? Что, о чем конкретно говорил Иоанн? Иоанн призывал к покаянию. Иоанн обличал народ в грехах, и еще до рождения Иоанна уже было предсказано его отцу Захарии, что он придет пред ним в духе и силе Ильи, чтобы обратить сердца отцов к детям и непокорив им образ мыслей праведников. То есть, весь Иоанн был в том, чтобы народ обратил к Господу, для того, чтобы они раскаялись в своих грехах и для того, чтобы они сотворили достойные плоды покаяния. Мне здесь очень интересен один момент. Вот если говорить о временах Ильи, там действительно должно было произойти религиозное пробуждение, потому что они полностью отошли от Господа и поклонялись идолам. Они не ждали Мессию, они не приносили жертвы Господу, они полностью отключились от исконной иудейской религии. Если сравнивать это состояние с состоянием народа во времена Иоанна Крестителя, было немножко по-другому. Люди ждали Мессию, они совершали жертву в храме, у них было служение. Да, цеременальная сторона была на высоком уровне. Но почему же здесь нужно было религиозное пробуждение? Ну, дело в том, что все это было формально. Все это было вот так вот показное служение, но не было от сердца. В сердцах же их были гордость, самовозвышение, любовь к удовольствиям, к богатству. А форма внешняя как бы показывала, что они очень благочестивые люди. И нужно было сделать вот эту перемену, и для этого Господь призвал Иоанна, Иоанн начал совершать крещение. Но прежде крещения он говорил, совершите достойный плод покаяния. Сейчас давайте поговорим о том, ну, мы поговорили о том, какое состояние было народа во времена Израиля, Ильи, во времена Иоанна. А теперь давайте коснемся сегодняшнего времени. Как бы вы описали состояние людей сегодня? С каким состоянием можно сравнить? Очень верно описал состояние людей в последнее время апостол Павел, посланник Тимофею. Он написал в 4 главе, в которой послание Тимофея, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Эти тяжкие времена будут по причине того, что люди будут горды, надменны, злоречивы, непримирительны, клеветники, родителям непокорны, более сладостолюбивы, нежели боголюбивы. Вот такое будет состояние народа в последнее время. И это реальность, с которой мы сегодня сталкиваемся. И что более печально, что это не просто люди из мира окружающего нас, но даже среди народа Божьего проявляются такие негативные качества характера? Я думаю, что заслуга Иоанна Криситера была в том, что он не смотрел на то, что это за человек и как с ним разговаривать. Он всегда пытался говорить ему истину, какой бы она не была. Насколько бы, может быть, сейчас как-то люди выбирают кому и что сказать, и, может быть, преподают истину как-то по-другому, какой-то категории людей. На тот момент в Израиле, в Иудее, на тот момент была особая каста людей, это те же самые фарисеи, книжники, которые считались обособленными народами, которые были очень набожными, потому что они служили Господу, они участвовали в служениях в храме, они очень много изучали священных книг, пророчеств. И они, как никто другие, должны были знать, каково должно быть истинное служение. И они называли себя детьми Авраама. И у Иоанна Криситителя было иное мнение по этому поводу. Вот в следующем вопросе, третий вопрос, он так и называется «Истинные дети Авраама». Здесь говорится о том, что иудеи напоминали Иоанну Крисителю, что мы дети Авраама, и это, может быть, как-то выделяло их. Что Иоанн говорил им на это? Как он отреагировал на вот это заявление? Да, для народа иудейского вот эта принадлежность к семени Авраама, это было для них большой гордостью. То есть, вы имеете в виду, что они были по крови, действительно, детьми Авраама? Да, это так оно было. Но на самом деле состояние их жизни, оно далеко не соответствовало жизни Авраама. Поэтому, когда они заявили Иоанну, что мы дети Авраама, то он сказал им, что если вы были дети Авраама, то вы дела Авраама делали бы. А на самом деле вы являетесь детьми другого отца, который шел против Бога, потому что Авраам всегда во всем старался угождать Господу. У Авраама, ну, скажем, были другие качества характера, которые не были видны в жизни этих людей. Давайте посмотрим, как здесь описывается в примечании, какие же у них были качества характера. Их гордые, хвастливые заявления о том, что они дети Авраама не делали их таковыми. Проявление гордости, высокомерия, зависть, эгоизм и жестокость характеризуют их скорее как поколение вероломных людей, а не как детей послушного и праведного Авраама. То есть, когда мы изучаем историю Авраама, мы находим, что этот человек был богобоязненный, верный, гостеприимный, миролюбивый, он не искал своей корости, он готов был помогать другим бескорыстно, но уже фарисеи и священники во времена жизни Анна Крестителя, они были в полностью противоположной жизни Авраама. Не только Иоанну Крестителю иудеи говорили, что они дети Авраама. Во времена Иисуса Христа, когда Иисус Христос обращался с теми же фарисеями и книжниками и набожными иудеями, они тоже ему говорили, что мы дети Авраама. Как Иисус реагировал на эти слова? Ну, примерно так же Иисус сказал, что если вы были бы дети Авраама, то вы бы делали дела Авраама. А так вы ищете меня убить человека, который сказал вам правду. Мы сегодня должны называть себя детьми Авраама? Да, мы как бы на основании Слова Божьего имеем право не только называться, но быть детьми Авраама, но у нас должна быть вера Авраама, потом должны быть дела Авраама, а также должно быть доверие или подслушение Господа, как это делал Авраам. Только тогда мы будем иметь основание, скажем, надеяться и может быть и даже говорить кому-то, что да, мы дети Авраама. Вот здесь вот в вопросе В, третьем вопросе В, здесь апостол Павел в послании Галатам написал очень интересные слова. Нет уже иудея, нет ни язычника, нет раба, нет ни свободного, нет мужеского и женского пола, ибо все одно во Христе Иисусе. Почему он здесь говорится? Именно в этом вопросе им приведены высказывания апостола Павла. То есть, получается, детьми Авраама могут быть все? Не только иудеи? По вере да, потому что после смерти Иисуса Христа, который умер на Голгофе за всех людей без исключения, то веруя во Христа Иисуса, все верующие в Иисуса становятся детьми Авраама, то есть, имеют право на обетование, которые были даны Аврааму, независимо от национальности, от возраста, от социального положения, то есть, все люди имеют вот это право, и в том числе и мы с вами. Это очень прекрасно. Да. На тот момент все эти люди, которые были горды тем, что они по крови были детьми Авраама, они имели в себе какое-то особенное величие, они ставили себя намного выше, чем все остальные народы. в следующем вопросе мы будем говорить о... и я уверен, что это было величие, которое они в себе лелеяли. Они гордились этим? Оно было бы... Они об этом заявляли? Да, они заявляли, что они дети Авраама, они гордились этим, они говорили, что они лучше, чем остальные народы, потому что из них должен был быть потомок Мессия из их рода. Но все это величие, оно было, мне кажется, что немного фальшивым, или оно не имело под собой истинной ценности. И здесь в следующем вопросе мы будем говорить об истинном величии. Каково должно быть истинное величие настоящего христианина? В чем сила и основа истинного величия? И здесь приводится в пример очень много высказываний и Светхого, и Старого Завета. Истинное величие. Ну, сила и основа истинного величия – это есть пребывание в Господе. Это тесная связь с Господом. Это всегда надеяться на Господа, не на свою силу, или на свою мудрость, или на свою принадлежность к какому-то особенному народу, но всегда во всем доверять Господу. Потому что Давид в свое время, который также имел трудности в своей жизни, хотя он был царем, но он говорил, что на Господа надежда моя, сила моя – Господь. Наруто Израильский, когда перешел Черное море, воспели эту песню, также их сила и надежда был Господь. Они понимали, что ни своей силой, ни своей мудростью они спасли от фараона, от войска египетского царя, но благодаря милости и могуществу Господне. Поэтому апостол Павел заявляет, что говорит, и уже не я живу, то есть я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, а что живу ныне, живу ныне в оплоте, живу в веру в Иисуса Христа, возлюбившего и предавшего себя за меня. То есть, когда наше «я» умирает, отдаем место Духу Христа, то это действительно истинное величие, которое никогда не будет постыжено, которое поможет нам победить все те трудности, и нам нечего бояться, потому что если Господь с нами, то кто может быть против нас? Да. Я уверен, что Иоанн Креститель, когда он говорил эту весть, которая была передана ему Богом, не только его слова говорили о том, что он человек Божий. Было нечто большее, чем слова. И вот в следующем вопросе еще обращается внимание на то, что кроме того, чтобы что-то говорить, нужно иметь еще что-то. Мы знаем, что это, но давайте детально остановимся на этом. Что говорит сильнее наших слов, когда мы претендуем или когда мы передаем другим познание о Боге? На что люди смотрят, кроме того, что слушают наши слова? Ну, конечно, люди прежде всего смотрят на нашу жизнь, на наше поведение. Они замечают все, все детали, все мелочи, и безусловно, что чаще наша жизнь, может быть, не соответствует нашим словам, и это не в нашу пользу. Но совет Слова Божьего, или Иисус сказал, что вы должны быть светом мира, вы должны быть солью земли, вы должны быть как город, стоящий на вершине горы, вы должны быть как светильник, который стоит в доме на новинном месте, не где-то под столом, то так должна быть жизнь истинных последователей Иисуса Христа. Такой была жизнь Иоанна. Не зря все люди приходили с окружностью слушать его. Даже и царь Ирод очень, скажем, внимательно слушал его. Ему приятно было общаться с Иоанном крестителем. Я думаю, что если бы он видел у него другие дела, у Иоанна крестителя он бы не прислушался. Совершенно верно. И те же фарисеи, те же книжники, они бы просто сказали, ты ставишь себя кем-то великим, на самом деле ты ничего особого не имеешь. Но его жизнь и его свидетельство, оно действительно было сильным, и наша жизнь сегодня также должна быть подобной Иоанну крестителю, потому что пророчество о том, что в последнее время вновь будет послан Илья, чтобы совершить эту работу, это относится сегодня к нам. Заключительный вопрос. Называется так, реакция людей. Что влекло столь многих людей в пустыне, туда, где был Иоанн креститель? Была какая-то сила, которая действительно привлекала. Он не имел ни вида, ни величия, если так прямо сказать. Одежда была простая. Человек был, ну, без высшего образования. Но, тем не менее, что-то было в его словах. А были слова «покайтесь, ибо приблизилось царство небесное». Это то, что нужно было людям. Это то, что они хотели или нуждались в этом. И он совершал эту работу. Он проповедовал здесь, в пустыне Иудейской. И многие люди приходили, чтобы послушать его. И многие люди, как бы, понимали, что его миссия необыкновенная. Это не просто человек возомнил о себе что-то и начал, ну, делать какие-то представления. Это действительно было под влиянием Духа Божьего. И множество людей приходили, и их сердца были тронуты. Они раскаивались, они обощались, скажем, совершали крещение. И этим самым они, как бы, принимали веру Иисуса Христа. Еще не видя, но уже из слов Иоанна Крестителя, они понимали, что близко то время, когда придет обетованный миссия. И они должны быть приготовлены к этому времени. Вы коснулись уже и следующего вопроса, заключительно о том, что происходило с людьми, когда они слышали весть Иоанна, и какие изменения в людях происходили. Да, многие люди действительно раскаивались от чистого сердца. Они обращались к Господу. И как апостол Павел говорит, что он также проповедовал Иисуса Христа. Он также обратился в христианскую веру. И он также свидетельствовал перед царями, перед правителями. Для него это не было, скажем, стыдно. И здесь говорится, что кто принимает веру Иисуса Христа, 2 Коринфянам 5 глава, тот становится новым появлением во Христе Иисусе. Да. Ну что ж, мы пришли к заключению этого урока. Верю, что он был очень полезным для нас. Верю, что положительные примеры изменения людей, слушая весть Иоанна, они будут для нас добрыми примерами. Мы вот в следующих уроках дальше будем изучать о том, что у Иоанна были и другие меняния относительно изменения жизни фарисеев и книжников. Он называл их порождениями ехидины, потому что они делали все это формально для того, чтобы только люди видели, что они проявляют какую-то активность и не являются безразличными к тому, что Иоанн говорит. Я думаю, что мы после изучения этого урока не останемся безразличными ко всему этому. Да, я также надеюсь, чтобы мы поняли, что вся наша сила и надежда есть в Господе Иисусе Христе. Нам, скажем, нашими человеческими достоинствами или талантами мы не можем хвалиться, но за все должны благодарить Господа и служить Ему чистого сердца. Спасибо, что Вы были с нами, помогли изучить этот урок. И было приятно провести это время. Пусть Господь также будет прославлен. Дорогие друзья, спасибо за то, что Вы изучили вместе с нами урок. До новых встреч Вам и всех благ. До свидания. До свидания. До свидания.